С вами Ри Ран, и это дайджест Кипоп новостей. Стало известно, что в здание Старшип проникла некая женщина, которая не просто устроила беспорядки, но и вступила в физический контакт с одним из артистов агентства. Блинки вышли в Твиттер для того, чтобы снова встать на защиту Лисы из Blackpink от кого? От YG. И хорошая новость для всех поклонников девчонок, уже расформированных G-Friend, потому что сразу три участницы подписали контракты для работы в совместном проекте в качестве трио. Об этих и других новостях прямо сейчас поговорим поподробнее. Полетели! Начнем мы с вами с не очень хорошего, поговорим про Джуна из Ace. Bit Interactive, его агентство сообщило, что 30-го числа этот парень контактировал с кем-то, кто в итоге оказался зараженным COVID. И, естественно, он сразу сдал ПЦР-тест, тест был отрицательный, но в скором времени он почувствовал симптомы соответствующие. И сдал тест, который уже был положительным, 4-го числа официально он ушел на больничный. Остальные ребята группы Ace, а также Staff тоже поддавали тесты и ушли на добровольный карантин. Поэтому, как обычно, конечно же, желаем выздоровления ему, а также всем, кто в данный момент времени болеет. Есть у нас новости о Пио из Блок-Би. Вдруг внезапно получил повестку. Говорят, иди служи в армию. И все как бы ничего, но в данный момент времени он задействован в некоторых проектах. Например, от TVN. Это у нас Великий Побег, а также Дорни Маркет. И говорит агентство, что они подали запрос на отсрочку. Если дадут, то до декабря он сможет завершить свои проекты. И тогда уже спокойно, приспокойно пойти служить. Но пока что еще ответа от военкомата не было. Bromance. Это группа у нас вокалистов. Короче, очень интересный проект. Я даже, наверное, ставлю вам кусочек клипа, который мне у них очень нравится. Я когда-то сильно впечатлил. Помню их до сих пор. Так вот, Ли Чандон. Это один из участников. Вдруг внезапно у нас стал ЮНО. Как так получилось? Ну, решил сменить имя. Я пошла искать информацию о том, какое же из этих двух имен его настоящее. И так поняла, что Ли Чандон, скорее всего, как раз таки и было. Хотя обычно, чаще всего, отказывается от псевдонимов в пользу своего настоящего имени спустя какое-то время после дебюта. Но пока гугливая его фотографии, постоянно натыкалась на его тезку полного футболиста. Поэтому, возможно, есть какая-то доля вероятности, что вот такие перемены связаны с этим. Как бы там ни было. В любом случае, новое имя, новое начало. Поэтому пожелаем ему успехов в дальнейшем. И теперь мы с вами поговорим про Мунбина из Астра. А конкретно про The Fact Music Awards 2021 прошло. Второго числа у нас. И некоторые заметили, что соло-выступление Мунбина скопипастили у другого японского сольного перформера, участника группы Arashi, Оно Сатоши. И да, я посмотрела оба выступления. Там они выступают в роли куклы-марионетки. И действительно, мне кажется, плагиат налицо. Уже организаторы взяли на себя всю ответственность. К счастью, не возложили ее ни на Астра, ни на Мунбина. Обвинили во всем продюсерскую команду, которая занималась отбором и не выявила эту проблему еще ранее. Но все равно говорят, что все их действия были направлены на то, чтобы показать Мунбина и Астра с лучшей стороны. Тем не менее, они несут всю ответственность за это и извиняются за неудобства и вообще за всю эту ситуацию неприятную, сложившуюся. Но кто не видел выступления, обязательно посмотрите, они очень эффектные. Девчонки Ичи, поздравляю со своим повноформатником. Называется Crazy and Love. В Billboard 200 заняли 11 строчечку. Это на самом деле для них рекорд, потому что их прошлый альбом, который называется Guest Who, занял 148 строчку. В прошлый раз это тоже было рекордом. Мне кажется, огромнейший просто скачок, но то ли еще будет, и мы, конечно же, в Billboard 200 ждем девчонок когда-нибудь на первом месте. Но также сообщается, что девчонки первое место заняли в Billboard по объемам недельных продаж своего альбома. Поэтому присоединяюсь ко всем поклонникам Ичи и праздную с вами это, мне кажется, очень важное событие в жизни девочек. Эрик из До Бойш обсуждаются его селфи, которые он опубликовал в Твиттере в официальном аккаунте группы. Многие обратили внимание на то, что на фоне на стульчике лежит пачка сигарет. Естественно, такое не заметить поклонники не могут и начинают дискутировать по этому поводу. В итоге он эти фотографии удалил, а позже на Юниверс написал. Я удалил фотографии, сделанные ранее, они мне нравились. Я просто не хотела, чтобы кто-то неправильно понял. По большей мере люди его поддерживают в том смысле, что, ну, во-первых, он объяснился, поэтому оставьте его в покое. Во-вторых, некоторые говорят, что нет, если бы это были его сигареты, они должны были быть у него в кармане, а не где-то на стульчике. Ну, такое глуповастенькое объяснение. Окей, конечно же, как считают многие, наличие пачки в кадре совсем не означает, что это именно его сигареты. Они могут принадлежать кому угодно, да и в принципе. Я считаю, что хай-парень делает, что хочет. Это его жизнь, его здоровье и все дела. А селфи были классные. Старшип, ребята, что произошло, что произошло, опубликовали они официальное заявление, в котором рассказали, что некоторое время назад в здание Старшип ворвалась женщина. Ну, как ворвалась? Проникла, вроде бы как через заднюю дверь, закрытую, как они говорят. Попасть можно только через отпечаток пальца. И я уже видела вопросы, где я сказал, а как она тогда туда вошла? Кому-то отчеканило палец или что? В общем-то, она не просто туда попала, но, как сообщается, также вступила в физический контакт, принуждая к физическому действию одного из мемберов Крэвити, который на тот момент ожидал своего расписания. И ее заметил менеджер, сразу же вызвал полицию. Полиция приехала, ее, в общем-то, вывели из здания, но не тут-то было. Она еще и беспорядки перед зданием устроила. Поэтому сейчас этим занимается полиция, ведется расследование, агентство предоставило все записи с камер наблюдения. Конечно же, напомнили, что проникать в здание запрещено, к артистам приближаться запрещено, и все это будет максимально караться. Некоторые рекомендуют им брать, например, с хайп, у которых 100-500 защит, прежде чем ты попадешь в здание. Ну и, конечно же, ситуация, знаете, смех сквозь слезы, но, с другой стороны, если бы этот человек, который явно, да, не в адеквате, проник в агентство с какими-то дурными намерениями, то тут уже, конечно же, совсем-совсем абсолютно не до шуток. Что там у нас с девочками Blackpink происходит? Все девчонки в данный момент времени находятся в Европе, гуляют по Парижу и участвуют в неделе моды. Фрозе появилась в Ивсе Фуларан на показе мод. Джису побывала на показе Диор, даже был милый инцидент, когда генеральный директор в шутку сказал, вот если вдруг в Ай-Джи уволят Джису, то я возьму ее к себе. Дженни также нас является амбассадором Шанель, обсуждаются ее фотографии в таком маленьком топе и юбочке красненьких, непосредственно уже на показе. И напишите мне, пожалуйста, что вы думаете по поводу этого костюма. Но также вызывают массу обсуждений ее образ в аэропорту, весь такой в темном. И что же у нас там с Лисой? Она является амбассадором Булгари. И вот генеральный директор рассказал, что они планировали большое мероприятие с участием Лисы, в том числе для того, чтобы также организовать ее встречу с некоторыми другими знаменитостями. Там американская актриса, замечательная какая-то там тоже популярная топ-модель. И помимо этого они вроде как и фотосессию совместно планировали. Но все оборвалось, потому что Лису элементарно не пустили на мероприятие по соображениям осторожности в связи с пандемией. И, естественно, эта инициатива исходила не непосредственно от YG. Генеральный директор в твиттере написал, сказал, что как бы там ни было, мы, конечно, расстроены, но все равно мы не прекратим поддерживать Лису. И у нас есть еще множество всяких вариантов для работы в будущем. Естественно, блинки не понимают, почему все девчонки находятся в Париже. Так или иначе, да, что мешало Лисе посетить это мероприятие, что, естественно, положительно бы сказалось на ее карьере. И также другие девчонки без проблем посещают подобные показы, в чем проблема пустить конкретно Лису. Некоторые думают, что, вероятно, это может быть как-то связано с вакцинацией. Она из другой страны, то есть она у нас в принципе тайка. Как у них прививки и что такое, не совсем понятно. Некоторые даже заметили, что в плейлистах на Spotify от YG пропал плейлист с треками Лисы. Поэтому некоторые думают, может ли это быть как-то связано вот с такой ситуацией в Париже. Припоминают, что очень плохо ее в YG продвигали во время ее сольного дебюта. И выводят в тренды всякие разные просьбы к YG Entertainment. Во-первых, лучше относиться к Лисе. Или хотя бы объяснить, с чем связано вот такое несправедливое решение к Лисе, которое в корне отличается от деятельности остальных участников. Что у Ари на заставке? Я, конечно же, хочу всех поздравить, кто не остался в стороне и очень сильно был заинтригован тем, кто у меня был на заставке в прошлых новостях и все-таки написал правильный ответ. Поблагодарить, конечно, хочу я всех участвующих в этом мероприятии, да. И открою вам правду, кто был тот парень с опасным взглядом Сон Хва из Zaytis. Ну а мы переходим к новому герою этого уже, наверное, так сказать, следующего выпуска. Это блондин, я бы сказала, жемчужный блондин. Посредством тщательной работы стилистов и координаторов у него удлиненные волосы. Мне кажется, я сейчас начну описывать, и все сразу догадаются. Ну ладно, что поделаешь. Значит, у него белые реснички, серо-голубоватые линзы, куча перстней на пальцах, а также интересная сережка на ухе. Весь он такой в мехах. Вот, и образ максимально таинственный, конечно, чем-то мне, наверное, напоминает Кая, не из Аксо, а из сказки про Снежную Королеву. Пишите свои варианты, пожалуйста, в комментариях, и почему-то мне кажется, что угадавших правильно будет очень много. Клевая новость для поклонников G-Friend. Как стало известно, НХ, Ом-Джи и Шенби подписали контракт с одним агентством. Называется оно Big Planet Made, и объединятся как трио для нового женского проекта. Пока что название неизвестно, но, тем не менее, уже есть промо-фотографии, есть совместная фотография, а также все девчонки поделились своими мыслями в своих социальных сетях, опубликовав свои сольные фотографии. Говорили, что очень переживали, очень долго думали, но сейчас, когда все просчитано буквально до мелочей, они запаслись необходимой энергией, и очень счастливы, что в скором времени смогут работать дальше. И давайте напоследок чуть-чуть поговорим про мальчика, блогера-тиктокера китайского, в прошлом уже, наверное, тот самый, которого я как-то мельком упоминала, да я думаю, что многие из вас знают эту историю, что его заблокировали в тиктоке за слишком милый образ, его обвиняли в том, что он ведет себя слишком женственно и манерно. И в итоге официальная причина блокировки его аккаунта звучит так. Аккаунт удален за создание образа жалкого человека, за публикацию вредоносного контента, побуждающего несовершеннолетних пользователей сети вносить донаты, за отрицательное влияние на общество. Да, это все, конечно же, связано с теми самыми нововведениями, которые сейчас обрели новую силу, и связаны они как раз-таки с запретом на женственность у мужчин. И вот рассказывается, что он все-таки вернулся в тикток китайский, создал новый аккаунт, и на сей раз он был одет, в принципе, точно так же, как обычно, только у него на лице была маска. Как обычно, это как? У него был обыкновенный светлый свитшот, маска на лице и шапка с милыми рожками. А также он загрузил еще одно видео, в котором он был в воинской форме. И мне кажется, в какую бы одежду его не нарядили, его миловидная внешность, ну ты ее никуда не денешь, и вы думаете, что, в скором времени его аккаунт был снова удален. Ну, причина тоже, опять же, не совсем понятна, и у меня есть два варианта. Дело либо в шапке, которая снова не понравилась на голове, и это как бы, ну такое! Неужели мужчинам теперь запрещено одевать какие-то подобные шапки или прибамбахи, которые просто делают тебя милым, да? Либо, может быть, его первоначальная блокировка предполагала, что теперь он заниматься своей деятельностью в интернете больше не сможет, сколько бы аккаунтов он не создал. Пока что мой список новостей исчерпан. В заключении я, пожалуй, только еще скажу за бантосиков, которые получили первое место со своей коллаборацией с Coldplay My Universe в журнале Rolling Stone. Это впервые, когда корейский артист занимает такую высокую позицию, поэтому, мальчишек, мы поздравляем! А вам я, конечно же, шлю в учи добра, тепла, хорошего настроения. Желаю вам крепкого здоровья и вашим близким тоже. А на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Ариан. Люблю вас, целую. Пока-пока-пока!